МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдовы и матери погибших ополченцев 99-го года вспоминали о событиях минувших лет сегодня в доме дружбы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марафон добра на улицах Махачкалы. Донорскую акцию с участием звезд шоу-бизнеса страны посетило свыше тысячи человек. Руководитель Следственного комитета России по Дагестану освобожден от занимаемой должности. Указ, подписан Владимиром Путиным, сообщается, что вместе с ним свой пост покинул и его заместитель Тугай Тугаев. Ну а Алексей Ежов назначен прокурором Дагестана. Соответствующий указ подписал президент страны. Напомним, в июне этого года депутаты Народного собрания Дагестана согласовали кандидатуру Ежова на должность прокурора республики. Его предшественник Денис Попов назначен прокурором Москвы. Микрофинансовые организации не смогут выдавать деньги под залог жилья за предступы от силы с 1 ноября этого года. Закон призван навести порядок на рынке потребительского кредитования. И в первую очередь направлен на борьбу с нелегальными кредиторами, которые изначально прописывают такие условия в кредитном договоре, чтобы впоследствии завладеть квартирой заемщика. Поэтому людям нужно быть бдительными, изучать все условия и возможные последствия сделки, предупреждают специалисты. Мероприятие с приглашением вдов и матерей сотрудников правоохранительных органов и ополченцев, погибших в событиях 1999 года, прошло в Доме дружбы в Махачкале. Встречу приурочили к празднованию 20-летия со дня разгрома международных банформирований. Наша сегодняшняя встреча, мероприятие – это день почтения и уважения погибшим сотрудникам силовых структур и ополченцев, совершенных ими героических подвигов по защите нашего горного края в Дагестане никто не забывает. Мужчины отдали свои жизни, исполняя служебный долг перед Родиной. Организаторы Министерства по национальной политике и союз «Женщин Дагестана» на приеме присутствовало более 30 человек. Враг неожиданно нагрянул в мое село Годобери. Свою родину тогда мы защищали всем селом. На защиту встали и трое моих сыновей. Двух я похоронила, один остался инвалидом. Он получил осколочное ранение. Вскоре я потеряла и мужа. Он не выдержал гибели сыновей. До конца года в России может появиться госстандарт школьной формы. Сейчас разработка находится на финальном этапе. Ранее специалисты три года исследовали данную тематику, собирали данные, показатели и другую необходимую информацию. Глава Роскачества отметил, что национальный стандарт должен быть оптимальным для потребителя. Освоить язык программирования теперь школьники смогут бесплатно. В Махачкале проходит отбор в Яндекс.Лицей. Так, ученикам 42-й столичной школы рассказали о необходимом перечне для поступления. Какая она уникальная Яндекс.Школа и как проводится отбор, расскажет Карина Баталова. Изучить язык программирования Python и освоить промышленное программирование могут теперь и школьники. Чтобы попасть в Яндекс.Лицей, необходимо пройти онлайн-тестирование на портале разработчика до вечера 11 сентября. После предстоит очное собеседование. Всего образовательная программа рассчитана на два года и нацелена на учеников восьмых и девятых классов. Даниил также намерен подавать заявку. В будущем он хочет стать программистом. Знания помогут ему при поступлении в престижный вуз. Существует два направления для программиста. Это веб-программистика и программист именно программ. Они тоже делятся, но Python больше нужен для тех, кто занимается программами, именно созданием программы. Но Python – это очень нужный язык в сфере программистики. Его изучать нужно, если ты хочешь стать программистом. Приложение хорошее. Я недавно о нем слышал, я заинтересовался, просмотрел. Ну и могу сказать, что у него есть будущее. В Махачкале Яндекс.Лицей будет работать на четырех площадках. Это ДГУ, ДГТУ, Университет народного хозяйства и IT-куб. Занятия проходят два раза в неделю, во второй половине дня. Ребята будут учиться по программе Яндекс.Лицей в рамках основной школьной программы. После двухгодичного обучения в Яндекс.Лицей учащиеся приобретают статус программистов джуниор, что означает учащиеся старше курсов, либо выпускники уже без существенного опыта. Вузы будут заинтересованы, чтобы именно такие ребята к ним приходили, потому что это уже детишки с хорошей базой программирования. Отметим, Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В этом году он набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана. В Дагестане он будет работать при поддержке двух республиканских ведомств – Минкомсвязи и Миноборнауки. Карина Баталова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Хирургическая служба Дагестана стала лучшей на Северном Кавказе. Ежегодно в республике выполняется почти 70 тысяч операций. В общероссийском рейтинге дагестанские хирурги заняли седьмое место, а самой лучшей в стране признана хирургическая служба Ямала-Ненецкого автономного округа. Около тысячи махачкалинцев приняли участие в донорской акции «Марафон добра». Юбилейное мероприятие посетили известный дрессировщик Эдгар Запашный и телеведущая Юлия Барановская. Сдать кровь пришли представители власти, именитые спортсмены и общественники. Подробности мероприятия у Хамзы Нурмагомедова. Каждый из этих людей сегодня герой, потому что один донор спасает три жизни. Скажите, пожалуйста, почему вы решили сегодня сдать кровь, что вас на это потолкнуло? Здравствуйте. Очень приятно, что такие акции у нас в республике проводятся. Лично я являюсь донором, поэтому я не пропускаю такие акции. У меня тем более очень редкая кровь. Я всегда прихожу, всегда сдаю. Очень приятно. Мне не жалко. Будем делиться добром, будем делиться кровью. На станции переливания выстроилась очередь. Одна процедура занимает около 15 минут. Сдать кровь пришли сотни людей, в том числе известные политики, общественники и спортсмены. Кто-то ждёт этой крови, где-то кто-то не дожидается. Надо, чтобы всем всё хватило. Не жадничали кровью. Надо сдавать побольше. Все, кто может сдавать эту кровь, люди ждут её. Доноры помогают миллионам людей в стране. 11 лет назад кровь спасла жизнь известной телеведущей Юлии Барановской и её дочери. Теперь она посол добрых дел в регионах и активно занимается благотворительностью. Я благодарна им просто безмерно. Они должны знать, что на земле есть люди, которые когда-то получили их кровь, и которые до конца своих дней будут молиться за их здоровье внутри и благодарить. И мне бы очень хотелось, чтобы к этой акции присоединялось как можно больше людей. Донорская кровь также в своё время спасла жизнь Эдгарду Запашному. Известный дрессировщик рассказывает, что 10 лет назад, в первые минуты после травмы обеих рук, он потерял литр крови и был на грани смерти. Самое главное, свои задачи вижу, это призыв молодёжи, чтобы они задумались, насколько это важно. И самое главное, что это не страшно, потому что для многих забор крови, особенно для мужчин, является чем-то невообразивым, чем-то очень страшным, в буквальном смысле слова. И только собственный пример может повлиять на них. Поэтому я вижу здесь большое количество людей, молодых людей, которые действительно, наверное, сегодня впервые попробуют сделать это по-настоящему благое дело. Торжественное открытие «Марафон добра» состоялось на территории парка «Россия. Моя история». Перед участниками выступили гости из Москвы и Южной Кореи, а также организаторы – торговый дом «Киргу» и компания «Оджи Электроникс». Дагестан – это потрясающая республика, нам очень нравится здесь. А кровь – это река жизни, и мы бесконечно будем заниматься донорским движением. Акция продолжится три дня. Донорский микроавтобус участниками проедет по маршруту Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Хасайверт. По словам организаторов, мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний населения о культуре донорства и привлечения к этому как можно большего количества людей. Хамза Нурмагомедов, Мусас Альгиреев, телеканал ННТ «Махачкала». Десятый день месяца Мухарам – день Ашура, отмечают сегодня в Дагестане. Мусульмане раздаются до кара, дают детей и близких, читают Коран и совершают другие богоугодные дела. Сотрудники АЗС «Оригинал» не остались в стороне и также решили масштабно отметить священный день. Они накрыли праздничный стол с угощениями. Любой желающий здесь мог попробовать сладости, клиентам заправки также дарили цветы. Все мы знаем, что день Ашура – это возвеличенный день в нашей религии. И чтобы тоже не остаться в стороне, чтобы праздновать, каким-то образом его отпраздновать и сделать приятное нашим клиентам, нашим друзьям, тоже попытались какую-то небольшую лепту внести от себя. Такие акции «Оригинал» проводит регулярно. Любой праздничный день, будь то религиозного или светского характера, здесь отмечают с размахом. Отметим, что Ашура – это самый ценный день месяца Мухарам. Согласно одному из хадисов, пост в этот день очищает мусульманина от грехов за предыдущие и последующие годы. И о спорте боксер Джамбулат Бижамов оспорит золото молодежного первенства Европы. Турнир в эти дни проходит в Софии, в столице Болгарии. Воспитанник Махачкалинской академии бокса выступает в весовой категории до 75 килограммов. На предварительной стадии Бижамов с явным преимуществом взял верх над сверстниками из Белоруссии, Хорватии и Грузии. Финал состоялся сегодня ночью. Подопечному Рашидбека Ахмедова будет противостоять украинец Богдан Толмачев. Помимо дагестанского боксера, на золото в Софии претендуют еще 10 россиян. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова